Всем привет! Я сегодня получила посылку с садового интернет-магазина Оптхоз. Хочу вместе с вами посмотреть. Заказ я делала в декабре прошлого года. И вот сегодня, июнь месяц, она ко мне пришла. Заказываю первый раз. Отзывы, конечно, я читала, но такие, знаете, они 50 на 50. Кому-то нравится, каждый год там заказывают, а кому-то и не очень. В общем, я решила попробовать. Знаете, больше из-за того, что там есть очень интересные хвойные растения, которые мало где можно купить. Поэтому заказала. Посмотрим, что они прислали мне. Да, вскрыть ее не так-то просто. Здесь не видно, где вверх, где вниз. Поэтому... Так. Здесь все упаковано в отдельные коробки. Ну и будем вскрывать, смотреть, что пришло. Так. Первое растение. Упаковано хорошо, земля не просыпана. Все в пакетике. Это минджулик. Контейнеры P9. Небольшие растения. Торф, земля влажная. Растение выглядит хорошо. Я снимаю на веранде, не знаю, я думаю, что будет хорошо видно, потому что на улице ветер, чтобы мне было слышно. Ну, приличное растение. Видно, что приросты есть хорошенькие. Кома отлично выглядит. Так, следующее. Тоже стаканчик P9. И это не подписано. Сейчас посмотрим, может быть, сама коробка была подписана. Минджулик у меня уже есть. Это я второй саженник заказала. У меня миксбордер и большой. Сейчас посмотрим. Может быть, подписано. Нет, это Мордиган Голд. Можевельник. Корневой ком тоже хороший. Растение выглядит отлично. Прям, знаете, я могу сказать, такое даже крупненькое. Так, дальше. Накладная. Следующее. Это пихта. Пихта корейская. Называется Хаутмайер. Хаутмайер. Это карлик. Это как раз пихта для ракариев. Очень медленно растущая пихта. Но выглядит она отлично. Смотрите. Надеюсь, что видно все. Сейчас посмотрим корневую ком. У корней, я скажу, что не особо много, но что-то проглядывается. Корешки светлые. Вот такая малышка. Это у меня пойдет в каменный цветок. Цветник мой новый. Это малышка. Очень-очень медленно нарастает. Красивая. Следующее. Ой, боже мой. Это вообще. Самое маленькое растение, когда-либо мною полученное. Это эскимо. Пихта тоже корейская. Карлик. Очень медленно нарастающее растение. Вот такая малышечка. Ну, вообще крохотулечка. Смотрите. Тоже горшочек по 9. Давайте посмотрим. Ну, корней тоже не особо много. Но виднеется. Так, следующее. У меня 6 растений. Так. Это сосна веймутова. Ну, маленькая. Я думала, что у нас все-таки побольше придет. Хоть и стаканчик по 9, но ожидала побольше размер. Ну, ладно. Лишь бы саженец хороший был. Я ничего доращивать не буду. Все буду высаживать, как есть. Это сосна веймутова фастигиата. Вот такая тоже крошка. Ну, хорошего она качества. Неплохого. Корешков тоже заметно, что мало. Но они присутствуют. Ком у всех растений влажные. Вот такая малышка. Здесь сантиметров, наверное, 15 максимум. Здесь, видите, уже такой хороший прирост. Сантиметра 4. Посмотрим, ли же как прижилось все. Пускай она будет маленькая, но хорошо приживется. Последнее, шестое растение. Можжевельник Хортсмана. Это вот он. Так. И он. Не сказать, что качество супер. Посмотрим. Вот такой ком. Корни есть. Буду все высаживать. У меня, в принципе, уже место готово. Я уже знаю, где это все будет расти. Здесь даже, смотрите, слизень приехал в посылке. Живой. Вот. Буду высаживать. Посмотрим, что получится. Ну, вот это... Вообще, вы посмотрите, какая крошка. Она, наверное, ну, не знаю. Если вот так брать, диаметр 1 сантиметров 5. Ну, 6. Такая крохотулечка. Все две пихты я буду высаживать в свой каменный цветок. Цветник новый. Там есть уже место подготовлено. Это тоже какая малышка. Вот эти две пихты, они специально для ракариев, для альпийских горок. Очень и очень медленно нарастает. Подушковидные такие. И прироста буквально 2-3 сантиметра в год максимум. Еще раз покажу. Это минжулип. Не знаю, знаете, я сейчас смотрю по хвои на минжулип. Не особо-то похоже на минжулип. Можевельник средний. Он очень колючий. У меня минжулип, который растет в ривьере. Он более мягкая. У него хвоя. Самое большое растение это вот это. Голд. Можевельник. Очень колючий. Он, конечно, шикарный. В принципе, я посылкой довольна с обхозом. У меня еще одна посылка. Но будет она, скорее всего, в июле. И там даже хвойное на штамбе я заказала. Посмотрим следующую посылку. Пока все нормально. Теперь буду все это высаживать. У меня на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok